Ребята, всем привет! Вы на моем канале. Сегодня мы с вами говорим про поджелудочную железу, психосоматику и нарушение поджелудочной железы. У меня был запрос в консультацию, очень неприятный. Это рак поджелудочной железы. Как его определить и на что обратить внимание? Я могу сказать, что действительно эта история очень быстро прогрессирует и она связана с истериками, с тревогами, со страхами, со стрессами. Это психологические моменты, запускающие данную историю. Но есть еще и физические моменты. Это образ жизни на стуле. То есть, вот, например, у меня. Я не спортсмен и, соответственно, я провожу консультации и провожу эфиры по 8 часов сидя. Вот это может привести к проблемам. Но также приводит к проблемам питания. Рак поджелудочной железы очень агрессивен и быстро распространяется на другие органы. Из всех возможных видов рака именно развитие рака поджелудочной железы желательно предотвратить путем, потому что он плохо поддается лечению. Для этого важно понимать некоторые вещи. Когда эта история связана с психикой, вы решаете это с психотерапевтом и параллельно с врачом и нутрициологом. Пройдемся по симптомам. Потеря веса, плохой аппетит, усталость. Человек меняет свой рацион и вдруг начинает худеть и теряет аппетит. Боль в верхних областях живота, отдающих спину. Боль усиливается после приема пищи. Проблема с пищеварением, вздутие живота, тошнота, жидкий стул. Бывают такие истории. И это действительно очень серьезная проблема. Инсулин влияет на выработку поджелудочной железы ферментов. Страдает в этот момент экзокринная часть поджелудочной. Поэтому у диабетиков во время разных моментов появляются проблемы в разных органах. Они не могут извлекать из еды жирорастворимые витамины. И у них начинается проблема с дефицитом А, Е, К и Д. Соответственно, при диабете поджелудочная железа сильно воспалена. И это может привести к фиброзу и раку. У большинства населения есть инсулин резистентность. И они об этом даже не знают. Самое важное, что нужно сделать во избежание профилактики. Перейти на здоровую версию интервального голодания кетофлекс, богатую нутриентами, продуктами, антиоксидантами. Включать много овощей, витаминов и минералов. Начать соблюдать интервальное голодание, позволяющее поджелудочной восстанавливаться. То есть, каждый раз, когда вы не кушаете, поджелудочная отдыхает. Это видео носит рекомендательный характер и ни в коем случае не отменяет похода к врачу. Но я больше чем уверена, что в моменты, когда вы меня услышали, у вас поднимется желание идти не только в психотерапию, но и в правильное питание. Никаких энергетиков, никакой гадости. Не давайте в свой организм. Это вам поможет справиться с тяжелейшими состояниями. Надеюсь, это видео было вам полезным. Пока.